Это жизнь Фэттони изнутри Друзья, всем привет! У нас очередной выпуск и сегодня у нас пойдет речь об достаточно интересном самом по себе автомобиле. Это Mercedes E63 W213 кузов. Последнее самое поколение E63 S, если быть точнее. По этому автомобилю у нас предстоит большой фронт работ. И начнем мы полные оклейки автомобиля в прозрачный матовый полиуретан. Собственно, автомобиль уже практически весь оклеен. Если вы видите, он весь разобран, сняты все молдинги, ручки, все вставки. В общем, максимально-максимально все разбираем, чтобы как можно глубже пленку обернуть и подрезать ее так, чтобы этого никогда никто не видел при внешнем осмотре. После оклейки кузова в полиуретан автомобиль переедет в соседний отдел, где мы начнем производить комплексную шумоизоляцию салона. Владельцы этого автомобиля первое, что захотел сделать на этой машине, это именно шумку, потому что уже дело привычки. И каждый свой новый автомобиль он пригоняет на комплексную шумоизоляцию. И этот автомобиль не стал исключением. После этого, вернее, параллельно с шумоизоляцией мы будем производить замену штатной акустической системы. И об этом вам более детально расскажет Антон. Мы обязательно покажем вам все оборудование, распаковку оборудования, из чего будет состоять система. А параллельно, вернее, на автомобиль будет прозвониться ламинация карбоном, передняя решетка радиатора и накладки ручек дверей. И самый кайф, это в лету будут произведены новые кованые диски Motion производства США. Выполнены они будут по технологии Brush под тонированным лаком. И в сочетании с матовым кузовом будет просто бомбически смотреться. Так что желаем вам приятного просмотра. Подписывайтесь, ставьте колокольчики. Погнали! Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте я вам расскажу про аппаратуру, которую мы будем ставить Mercedes E63. Вот приехала наша аппаратура. Давайте поподробнее рассмотрим, что мы имеем. Итак, головным источником звука у нас является штатное головное устройство. Так как в данной комплектации у нас идет бурмистер, мы перепрограммировали головное устройство обычное. И будем сниматься с высокоуровня и кидать сигнал в процессор. Вот. Значит, процессором в нашей системе будет очень неплохой Герц-H8 ДСП. Себя уже зарекомендовал. Надежная машинка. 8 каналов. Нам больше в данной системе не нужно. Вот он, наш процессор. На самом деле, примерно тот же BitTent, только с большим количеством входов. Ну и с оптическим входом. Но он у нас использоваться не будет, так как мы будем запитываться по высокому уровню. Так, дальше. После процессора у нас идут усилители. Расскажу про основные. Вот у нас два вот таких усилителя Rackford Fossgate. Очень мощные штуки. Серия Power. Два вот таких мощных четырехканальника. Они будут у нас стоять в багажнике на сабвуфере. Вот два вот таких вот красавца. Как вам, дорогие друзья? Вот такие вот. Они сейчас в пленочке. Пока мы ее не будем распаковывать, чтобы не поцарапать усилитель. Вот. Значит, повторюсь, у нас их будет два. Они у нас будут работать и на фронт, и на тыл, и на саб. Так вот, у нас будет стоять еще акустика в багажнике для того, чтобы где-нибудь на природе можно открыть багажник и озвучить неплохую полямку, хорошо провести время. Все это дело питать будет тоже Rackford, но поскромнее. Вот такая вот у нас моделька, R-ка, серия Prime. Компактный цифровичок, довольно мощный. Нам его хватит за глаза. Ставить будем так же это все дело в багажник, за фальш-панели прятать и аккуратненько устанавливать. Дальше. Начнем как раз таки с багажника. Вот это все у нас комплект идет в багажник. Мы их не стали доставать. Вот таких динамиков у нас четыре. Мы их устанавливаем в крышку багажника, эти динамики. И вот эти мидбасы идут в ниши в багажнике. И за счет этого мы добьемся отличного звучания на улицу. И, повторюсь, это все будет работать вот от этого усилителя. Дальше. Переходим в салон. В салоне у нас акустика, везде у нас выбрана Blam. Мы уже с ней работали. Она себя зарекомендовала. Нам очень нравится по звучанию. Плюс клиент, послушав предыдущую установленную нами музыку, машину, послушал. Ему очень понравилось. И он решил, что вот я хочу, чтобы так же у меня играла в машине. Бурместер меня не устраивает никак. Я хочу вашу. Поэтому мы выбрали такой же комплект сигнатуры. Это топовая линейка Blam. Карбоновые диффузоры, шелковые твиттера. Вот такая вот она у нас. Это вот они у нас будут отвечать за голосовой диапазон. То есть, чьи акустика, фронт и тыл, в дверях будет. Вот она у нас, два комплекта Blam сигнатур. Так, центральный канал у нас также идет Blam-овский, соточка. Мид-басы. Мид-басы тоже идут Blam 200 RS. Очень хорошая поддача динамики. Да, им нужно время разыграться, но когда разыграется, бас будет бесподобен. Так что осталось рассказать вам про басовое звено в данной цепи. Для этого мы выбрали CDT-аудио, динамик QAX, 12-20, двенашечка. Машина строится под рук. Сделаем такой очень хороший плотный бас, чтобы бочка отыгрывала, такой панч был классный. Глубина хорошая. Вот такой вот динамик, такой вот красавец. Ему нужен довольно небольшой объем, он не требователен к нему. Иногда даже приходится делать ящики меньше, чем он сам. Ждите продолжений. Весь этот комплект мы сейчас будем монтировать в автомобиль. Сейчас будем делать шумоизоляцию и будем устанавливать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжаем работу с E63. Про компоненты мы вам уже все рассказали. Теперь покажем, как мы их поставили и все подробненько расскажем. Значит, шумоизоляция у нас уже готова. Салон собран. Давайте сначала, раз уж мы тут, рассмотрим багажник. Усилители на акустику у нас разместились тут. Фальш-панель еще не готова. В процессе еще работы будет трехсоставная фальш-панель. Значит, здесь у нас в зале два четырехканальных усилителя. Акустика, которая работает на улицу. И в крышку багажника мы изготовили подиумы с оригинальными сеточками Burmister, которые будут работать именно на улицу при открытии багажника. То есть, открыли багажник, у нас включается музыка, и все хорошо, можно потанцевать, хорошо провести время. Сокрыл багажник. В багажнике музыка выключается, работает только на салон. Пойдемте посмотрим внутри, как все это установлено. Итак, по задним дверям поменялась акустика внутри. Внешне все осталось без изменений, как пожелал заказчик. Что мы видим здесь? Изготовлен корпус сабвуфера, сделаны расчеты литража для динамика. Все рассчитано именно под работу на салон, как будет такой бас, как хотел его клиент. Здесь мы видим третий усилитель. Он у нас работает как раз-таки на акустику в багажнике. Уже все установлено, подключено, в принципе, играет. Здесь у нас дистрибьютор питания, и процессор сюда разместился. Отдельное внимание хочу рассказать за то, как будет бас проходить у нас в салон. Потому что, когда у нас сиденья закрываются, динамик, соответственно, тоже закрывается. И вот что мы сделали здесь. Здесь мы сделали вот такое просветление, мы это называем, подлокотника. Сюда установлена сеточка. И смотрите сюда, что у нас получается здесь, когда мы открываем подлокотник. Вот такая вот аккуратная штука. И бас полностью проходит в салон, и мы никаких потерь не имеем. Все шикарно и красиво, басит, играет. Все хорошо, все счастливы и довольны. Вот такой вот лайфхак придумали. Теперь перейдем вперед. Здесь, попрошу обратить внимание, поменяли вот эти вот, ну, назовем их, не знаю, стойки под ВЧ-динамики. Подиумы такие, под стиль Burmistr 3D. То есть они у нас теперь выезжают, светятся с общей подсветкой. Но динамик там внутри стоит именно наш, из нашего комплекта. Сложность была установки в том, что когда они выезжают, они крутятся. И с позиционированной пищалки в составлении пришлось повозиться. Но мы это все сделали и отстроили, работает все хорошо. Здесь, соответственно, все без изменений осталось внешне. Динамики с подиумами уже в ноги установлены, они там внутри. Автомобиль весь уже затянут в матовую полиуретановую пленочку. Осталось нам чуть-чуть подсобрать передок. И можно уже показывать машину клиенту. Также здесь были работы по карбону. Сделали решетку. Она еще в процессе сборки у нас. Вот можно ручки посмотреть. А заламинированные ручки, они уже на машине. Передние и задние. Все собрано, все работает, все прям как с завода. И также у нас еще заламинирована планочка на крышке багажника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Закончили мы работы по E63. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Значит, машина вся оклеена у нас полностью в полиуретановую пленку. Глянцевые части все оклеены в обычную полиуретановую пленку. Решетка выполнена в карбоне. Заламинирована полностью карбоном вся решеточка. Все молдинги у нас оклеены полиуретановой пленкой прозрачной, чтобы не царапались все они части. Ручки у нас все заламинированы, собраны. Так, музыка у нас вся установлена, отстроена, работает. И мы еще не показывали багажник. Давайте посмотрим, что мы тут наделали. Значит, при открывании багажника у нас включается столовая акустическая система, которые работают на улицу. Здесь у нас установлены среднечастотники в крышке багажника. Тут установили мидбасы и встали усилки, которые работают на акустику в салон. Здесь мы видим декоративную фальшпанель. И выполнена она полностью нами, с нашими фрезеровочными станками. Гриле перетянуты радиотканью, а внешне обычный металлический гриль, который закрывает усилители для того, чтобы не нарушалась вентиляция. Потому что проблема нагрева, она никуда не уходит, ее нужно решать. Усилители требуют мощности и, соответственно, выделяют тепло. Пространство у нас полностью сохранилось. И играет это, друзья, очень достойно. Давайте мы сейчас вам продемонстрируем. Послушаем, как это все дело работает. Так, закрываем багажник. Включаем музыку. И наслаждаемся звуком. Вот мы открываем багажник и подключается у нас каловая акустическая система. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, дорогие друзья, наш выпуск подошел к концу Мы рассказали вам про автомобиль Ставьте лайки Подписывайтесь Обязательно комментируйте До новых встреч!